рассказывать про один частный результат это как раз таки вот именно тот результат который хочет рассказывать на таком маленьком воркшопе этот результат плод совместной работе работы с я рита скин нам ученым из хельсинского университета мы с ним познакомились в восемнадцатом году хотя по работам конечно знали друг друга очень хорошо и мы с ним вернулись вот в этих двух частных работах к той тематике которой я занимался очень давно теплиться операторы с радиальными символ значит вот эти две работы которые мы написали сяре одна работа была опубликована вот в журнале точнее вот сборники посвященному 70-летию василевского и вот вторая работа вышла вот буквально в октябре хотя написано было пару лет назад довольно долго лежала но вот сейчас вышло значит о чем я буду говорить основная тема наш наших исследований это оператор теплица про них уже здесь было сказано вот у вас есть некоторое пространство какое-то гильбертово пространство а2 допустим бермана выберете функции этого класса f умножаете эту функцию на какой-то символ который не является аналитической функцией она перестает быть аналитической его возвращаете ее обратно проектором это то что называется в литературе оператор теплица символом а ну конечно здесь не только вот это пространство любое другое пространство там можно рассматривать не суть важно и вот вопросы ограниченности компактности этих операторов несомненно зависит от свойств этого символа хотя называть символом его плохо потому что ну грубо говоря если при можете два оператора теплица то не факт что в итоге получится еще один оператор теплица такие условия есть их можно записывать достаточно условия чтобы их по композиция была пиратом теплица с некоторым другим символом но не всегда так поэтому название символа стоявшиеся но скажем так она не выполняет эта функция не управляет именно роль символа нашем понимании нашем понимании роль симона символа выполняют в принципе так называемый вековский символ который выводится определенным образом и там если у вас есть композиция двух операторов теплица тогда есть оператору которого символ века это есть особенная композиция тех двух символов там можно читать там можно делать калькулюс можно всякие интересные вещи рассказывает но это чем чем это не очень хорошо тем что это скажем так более так абстрактная конструкция какие-то конкретные результаты довольно сложно формулировать сужение вековского символа на диагональ это так называемое преобразование березина которая играет ту же самую роль комплексом анализа что и интервал по сона с той разницей что интервью не берется по диску преобразование березина также часто и очень эффективно используются для изучения свойств ограниченности компактности есть результаты по связи между поведением преобразование березина оператора теплица и компактности этого оператора у меня тоже такие работы были ну вот предыдущая да но еще что еще можно делать еще можно какие-то конкретные брать символы в данном случае я говорю про радиальный и в этом случае например до работы наши с василевским за русским василетин давности в этом случае вот этому оператору действующему на гильбертовом пространстве можно посопоставить соответствие некоторую последовательность и соответственно это будет спектр элементарно формулировать свойства компактности ограниченности этот спектр выписывается в явном виде то есть функция а зашита в интеграл там можно с этой функции немножко поиграться то есть как-то использовать функциональный калькулюс для того чтобы понять как ведется эта последовательность но вся эта история вот эта история она хороша для этих пространств ну я и весовых пространств на там где вы можете иметь изометрический изоморфизм между вашим пространством и пространство последствий те же самые вещи можно пытаться делать выходя из пространств таких вот хороших например пространство а п но там уже вся эта изометрия рушится как вы понимаете нет соответствия есть конечно теоремы о том что если кто-то имеет место то будет достаточно ограниченность если еще граничность у какие-то такие вещи нет места ну критериев уже конечно не получится как это обычно понятно что такого не бывает в анализе как раз кита фури анализа есть да то есть есть конечно работы вот я рита скинина с немецким математиком математиком узкий где они пытались вот обобщить точнее через через поведение выше в любом случае можете эту функцию написать это спектр написать не спектр а это посреди написать в любом случае можете и есть работы значит которые в зависимости от свойств этой последовательности ну нет не этой от похожих вещей даются условия ограниченности но представьте себе что это как я сейчас не буду детально и четко математически обосновывать прижать себе что если влад хорошем случае вас диагональная матрица спектр да то в этом случае вас матрица которая накапливает вот эти вот миноры то есть не все расширяются и ваши условия она будет строиться по вот этим расширяющиеся минорам как да то есть в результате у вас получится что вам нужно почитать какие-то безумные суммы которые ну написать вы можете что такое условие достаточности да ну а что с ним делать дальше ну кроме теоретического такого интереса наверное не понятно одна из историй поскольку вот я запишу все таки вот эту последовательность это 1 на бета функция бета n плюс 1 давайте я с весом напишу лямбда плюс 1 интеграл нуля до единицы от корней из r r в степени n единицы минус r в степени лямбда dr это отвечает весовому а2 лямбда с весом привязанным к границе один из модуль z квадрат степени лямбда да у меня же есть чудо указка я смогу пролистать вот эти определения просто здесь оставлю в принципе они нам нужны будет только опосредованно вот эти мера ли бега да вот весовая мера вот они написаны здесь так вот вот эта штуковина она себя ведет как тоже некоторое усреднение вот этого контраварианта символа поэтому идея возникает вот может быть мы попробуем за счет каких-то усреднений этого символа дать условий ограниченности операторов теплица в классах уже ap классах ap да и вот этому посвящена данная работа точнее данные две работы первая работа по орличу была посвящена переносу известных уже для lp условий на класс орлича да а вторым этапом последняя работа это мы зашли с другой стороны то есть давайте мы не будем идти в общение как меньшего к частного большего да а сразу поставим себе какой-то цель что вот нас есть максимально большое пространство и посмотрим какие минимальные условия должны быть наложены для того чтобы наша техника работала это связано с тем что как только мы сделали первый шаг вот та статья о lp которую я говорю то что мы обобщаем эта статья таскин и нас лузким вообще идея усреднений возникла еще в наших работах с грудским и и василевским поэтому эта идея про усреднение хорошо изучена известно в классических lp но ap пространство так вот как только мы сделали шаг от lp к орличу мы поняли что мы по факту мы не использовали специфику орлича мы использовали какие-то свойства которые могут быть общей для вообще любых мы не любых а просто каких-то больших классов функций да ну раз мы не использовали специфику именно орлича только какие-то свойства общего характера значит мы поняли что даже двигаться нужно не шагами а просто вот поставить куда цель какую-то взять эти свойств которым используем искать но вот пусть будет так и дальше спуститься и получить наш результат вот это та идеология которую значит мы использовали здесь вот классы которые lp ap классы аналитические здесь управление написано это классы которые мы будем использовать опосредованное сказал они нам нужны для некоторых определений и вот еще нам нужно будет класс ну известном класс аналитических функций задаваемых такими формальными рядами вот они но это общем определение которое просто я обозначу здесь и пойдем дальше так вот эти пространство x а д x каллиграфическое д значит но когда вы рассматриваете пространство аналитические функции здесь тоже в этом случае вы сначала берете пространство l2 функции на диске а потом берете пространство a2 как под пространство l2 да то есть пространство измеримых функций нам нужно для того чтобы определить его под пространство что потом там внутри работать поэтому вот это вот x не каллиграфик x ровно это какое-то банаха пространство вообще говоря и логичное условие что это под пространство локально суммируемых функций то есть это вполне логичное условие мы хотим работать с функциям да ну и как обычно каллиграфическое x это пересечение вот этого x со всеми аналитическими функций она до стандарт и так у нас будет всего три условия и мы считаем что эти три условия довольно mild conditions терпимые в том смысле что они вполне естественны первое условие пусть наше каллиграфическое пространство аналитические функции будет непрерывно вложено во все аналитические функции на низ вот и все это первое условие давайте мы его запомним в частности это влечет некоторые интересные вещи и мы можем доказать вот эту вот формулу что функционал вычисления производные точки ограничен но не только производная вообще функционал вычисления функции в точке ну и соответственно м равно нулю тоже может быть здесь и 0 это 0 плюс все натуральные числа да то есть давайте условия 21 запомним она у нас есть функционал вычисления производных в точке ограничен так это как следствие из того что мы предполагаем еще два условия здесь вот я с анатолий верующим устраиваем как разговаривал я понимаю что логистая property это неверное название для вот этого свойства но на просто сайте так у нас осталось и презентация так попала в общем короче я вот это свойство предполагаем который мы называем латисти и property значит если большая функция у вас из класса то меньшая функция также из класса и значит имеет место оценка для ну это опять же второе свойство вполне логичное естественное свойство ну и третье финальное свойство существует какой-то весовой показатель лямбда так что вот наше пространство исходное непрерывно вложено весовое лямб если вы посмотрите на структуру веса вот она ну я не силен в определениях я живу я вот я я понимаю что это что это что то что и латист неправильно написано да то есть это как бы я оговорился до сказал что написано в статье латисти property скорее всего она по-другому называется вот так вот третье третье она тоже вполне себе мягкое условие потому что вес привязан границы и чем больше лямбда конечно тем больше функций попадает в этот класс то есть здесь большой ноль получается поэтому вот это условие тоже вполне себе приемлемая потому что мы имеем дело с аналитическими функциями внутри диска проблем нет а на границе у нас есть вот смягчение за счет того что мы хоть какой-то найдем лямбда не существует существует хоть какой-то лямбда для которого наш класс непрерывно вложен в это пространство так так ну вот сколько мне время я не знаю а ну почти 15 это уже больше половины хорошо ну вот такие операторы нам будет встречаться это обобщение операторов проектора первое это обобщение проектора второй так называемым максимальный оператор частности вот весовой проектор получается когда вас параметр вот этот с равен нулю эти операторы они нам в помощь просто это такая вспомогательная техника они хороши тем тем что если у вас проектор сам по себе не ограничен то вы можете под виду подвигать параметры так чтобы вот этот оператор будет ограничен и он служит тем же самым целым что и служит проект до случае когда вы хотите заказать ограниченности но пор запомним эти операторы и например а давайте пойду дальше например вот такое свойство вот я не видел его в литературе для общих пространств например если если вы посмотрите книги то в классах бербана известно что если функции класса бербана то умноженное на один из квадрат степени м производная тем также из того же lp допустим да это известная характеризация на самом деле эта характеризация работает вот в этом об в этой общей ситуации то есть мы написали это пропозиция поскольку мы не знаем может быть это где-то такая такой результат появился но вот нам казался довольно интересный результат для нас это вспомогательный результат но вот я повторяю что вот в этой ситуации такой 4 также имеет место мы его тоже запомним да то есть главное что мы сможем оценивать вот эту конструкцию через норму функции нашем пространстве это нам пригодится да и вот это тоже хочу отметить что потом я остановлюсь на этом когда дойдем до условий значит если мы предположим ограниченность вот этого оператора то тем более будет ограниченность операторов вот тех вот вот тех других более общих значит формировках теорем у нас обществ такова что мы говорим пусть пространство таково что оператор один из проекторов ограничен тогда то то это да это вполне естественная формировка тем более что есть много работ посвященных ограниченности вот классических символярных операторов проекторов но на самом деле больше всего работ посвящено вот этому классическую оператору да поэтому иногда проще проверять условия ну или хотя бы искать литературе условия ограниченности для этого оператора но можно формулировать и в терминах вот этих операторов более общих просто не так хорошо изучены там модули просто я прошу прощения дата модули конечно я не знаю что что там такое да это модуль модули модуль так ну вот теплицы операторы я про них рассказал как они определяются вот эти средние о которых я рассказал которые мы будем пользоваться до вот эти вот усреднения я потом покажу где не работают это фактически то что я написал только без бета-функции да и первое что можно понять как мы определяем оператор теплица потому что мы позволяем функциям быть вообще говоря проект ну непроизвольным но из довольно широкого класса оператор теплица определяется в виде интерального оператора он уже понять как мы его определяем определяем мы его вот таким образом то есть вот эта интегральная запись того что написал здесь здесь безвесовой оператор но здесь уже весовой проект бермана вот этот символ вот применяется к функции вот это ядро бермана мы понимаем оператор теплица поскольку функция из класса из общего класса да не зале один вообще говоря мы понимаем оператор теплица вот в виде предела этот предел существует всегда что легко можно показать кроме того кроме того результирующая функция будет даваться вот таким рядом где вот эти b а лямбда от n я на них обращал только что внимание это именно они и отряд будет сходиться диск это важно понимать потому что повторяем мы с вами работаем вообще говоря в общем классе x каллиграфическое да то есть там функции не обязаны быть изоляции и как как рассматривать интеграл это нужно четко обосновать предел существует всегда то есть понимаем вот это применение оператор теплица и собственном виде так ну вот про брезы преобразование березина я упоминал вот явный вид в трех разных записях это одинаковые записи эквивалентные значит либо через мебиус это призывание мебиуса либо в таком явном виде через ядро нормализе нормализованное ядро бермана вот понятно что эта функция хорошая потому что считается интеграл для каждого фиксированного z как только z у вас внутри диска то не здесь нет проблем не тут нет проблем это функцию это ядра ограничены то есть как только у вас функция например f и залить туда все хорошо преобразование береза оператора теплица я говорил что предыдущие работы ну в некоторых работах где была связь между ограниченностью компактность операторов и поведением символа березина говорилось так что вот имеет свой место свойство компактность если только если там символ березина оператора ведет себя таким-то образом в случае оператора теплица символ березина оператора это не что иное как преобразование березина его символ имеет место такая форма да что спасает и очень упрощает исчисление в общем случае мы не знаем имеет ли место такая формула но мы на самом деле не хотим это знать здесь поясняется почему не хотим но я не буду это читать а потому что ну собственно нам же не важно это формула нам важно что знать поведение этого вот эта конструкция этой функции но пусть мы не будем говорить что призывая березина оператора но будем говорить что призывая березина его символа вот вот так то есть мы таким образом снимаем с пространств дополнительные возможные ограничения у нас такое впечатление что для того чтобы вот выполнена 100 равенства который написал там нужно поработать с двойственностью звездным пространством некоторые дополнительные свойства нужно наложить но мы это просто не хотим делать так ну и вот наконец вот эти усреднения в терминах которых мы будем давать условия ограниченности вот они на те можно смотреть это технические для доказательства используются вот она нулевое усреднение первое точнее усреднение да и следующее это просто итерация первого вот они да то есть мы накручивая м мы улучшаем свойства пять минут хорошо улучшаем свойства функции когда мы это листаем и вот первый результат который формулируется довольно просто в том смысле что но я фактически все сказал вот нас три условия которые я упомянул и у нас условия пусть максимальный оператор ограничен вот три условия плюс это вот одно я повторяю что идеология говорить пусть максимальный оператор ограничен тогда она довольно распространенно сейчас когда рассматриваться какие-то общие пространства ограничен максимальным оператора в комплексном анализе честном анализе в ряде пространства доволе хорошо изучено поэтому проверка этого условий вообще говоря ты либо поиск литературы либо доказательство но если не получится не получится вот так вот пусть имеет место в три условия плюс ограниченно максимального оператора если существует хотя бы одно м такое что какое-то среднее повторяю когда мы накручиваем средний мы улучшаем функцию да то есть у нас есть надежда что найдется существует такое м что такое среднее имеет такой вот вид то оператор теплица ограничен вот в этом классик x калинафическая корректор определенные ограничен и преобразования березина его символа огораниченная функция я говорил да что мы говорим про определение берем оператора вместо этого говорим про приблизи его символа чтобы не доказать формулу равенство березина оператора равно в райске близьбе тут некоторое замечание мы давно знаем что я сейчас только только что сказал что когда вы накручиваете м то у вас все больше и больше оператор попадает это мы давно выяснили что на самом деле несмотря на это что вы расширяете все ограниченные операторы вы не захватить то есть примеры которые вообще говоря ограничены но у них нет такого м чтобы вот это имело место это мы давно еще нас василенский русским делали вот эти вещи мы такие примеры приводили обратная терема я сначала сформулирую некоторые такой я не буду доказательства рассказывать тут я хотел показать где работает вот это вот проектор но не хочу не хочу времени обратная теорема она пока формулируется нефтельных операторов у нас есть объект оператор объект его символ объект усреднения символ усреднение это функции они не имеют отношения к ну они как функция не могут не знать ничего про оператора да они могут дружить друг с другом поэтому пока что обратно в каком-то смысле половинчатом смысле мы говорим что если какое-то усреднение не не отрицательно какое-то существует и если приблизительно ограничено то имеет место такая сим . да ну естественно это результат взаимоотношений между функциями естественно добраться теперь уже до операторов и сформулировать уже критерий в случае не ограниченного в случае случае не отрицательного извините символа или не отрицательного среднего и так пусть условия 1 3 имеют место и вот проектор весовой проектов 1 ограничен предположим что существует м что это средняя не отрицательный тогда два условия эквивалент имеет место к асимпотика оператор теплится конкретно корректно определен его пример за и приблизительно его символа ограниченная функция ну и теперь буквально очень быстро это фактически все основные результаты то есть как я сказал это обобщение вот скажем так предыдущих исследований по ограниченности операторов теплится сам конкретными символами и связи это ограниченности с усреднением средними символа теперь про частности пар приложения в частности конечно это это листаю ну вот известная вам пространство смешанной новой средние записываются вот вот обычная классическая пространство смешанной нормы про которые много чего изучена но вот этого результата я про него не знаю но про него мы знаем что свойства 13 элементарно выполняются про него мы знаем вот такую теорему об ограниченности вот этого оператора и тем более мы знаем что при таком условии ограничен просто обычный проектор то все мы знаем моментально моментально мы говорим что вот такое следствие что данном случае имеет место вот этот но в частный результат мы мы все не формулировали просто вот как пример сформулировали это следствие случае негативного не не отрицательного среднего эти утверждения эквивалент я повторяю что несмотря то что это элементарный такой вывод получился я этого результата именно связи ограниченности и вот средних вот в этом частном случае я не видел и конечно все это можно проделывать с таким же успехом во всех классах где нам понятно вот эти один-три условия и где нам известно ограничить проектора бермана больше призового больше мы ничего не не хотим знать спасибо спасибо спасибо